Здравствуйте, друзья! Продолжаем вместе с вами изучать многообразие устройств для умного дома экосистемы Xiaomi. И сегодня мы поговорим о довольно примечательном устройстве. Это беспроводная двухканальная ZigBee реле управления электропитанием. В чем же заключается его примечательность? Это реле можно использовать совместно с обычным двухклавичным физическим выключателем, что дает возможность пользоваться как всеми преимуществами умного дома и при этом не отказываться от физического управления, вне зависимости от каких-либо систем управления Wi-Fi и интернет. Ну что ж, начнем сначала. Все традиционно для китайских версий ZigBee устройств. Минималистическая белая коробочка с схематичным изображением датчика и надписью на китайском. На задней стороне логотип Акара и перечень основных технических характеристик, на них остановимся подробнее. Итак, интерфейс управления ZigBee, максимальная мощность нагрузки 2500 Вт, но не более 10 Ампер. Размер 49,3х46х24 мм. Каналов управления 2. Внешняя антенна для улучшения качества приема сигнала. Хотя коробка немного помялась в дороге, само устройство приехало в полной целости и сохранности. В комплекте реле, которое выполнено в форме белого прямоугольника с 8 винтовыми контактами на одной стороне и внешней ZigBee антенне с другой стороны. Кроме него в коробке нашлась еще и инструкция. Она написана только на китайском языке, но откладывать ее в сторону нельзя, ведь на ней есть две возможные схемы подключения реле, про которые я расскажу дальше. На верхней стороне реле находится кнопка сопряжения, индикатор активности, предупреждающая надпись о максимальной нагрузке и 8 винтов для контактов. С торца корпуса, собственно, сами 8 контактов и поясняющие подписи к ним, слева направо, подключение нулевой линии, замкнутые контакты L и IN, подключение входящей фазы, два управляющих контакта с фазой для нагрузки и два контакта для подключения физического выключателя. Позволю себе некоторое замечание. Забегая вперед, скажу, что при обеих схемах подключения контакты L и IN замкнуты, перемычка не убирается. Лично мне кажется, что можно было бы применить какой-то более надежный способ, чем внешняя перемычка. Соединить их внутри корпуса, не выводя наружу отдельный провод, я не знаю. Тем более, что для внешнего подключения нужен только один контакт, второй и так с ним замкнут. С противоположного торца выходит провод внешней ZigBee антенны, что позволяет применять внутреннюю установку для реле. Тут же продублированы параметры устройства. Я упомянул о размерах в параметрах устройства, но думаю, что наглядное сравнение будет лучше. Лично мне по фото реле казалось более массивным. На самом же деле оно имеет точно такую же длину, как спичечный коробок, но чуть-чуть шире и выше его. Такой размер, удобная форма и наличие внешней антенны здорово облегчит внутренний монтаж устройства. Сравнительно со стандартным подрозетником. Просто так установить в него реле не получится, немного не совпадает по габаритам. Но при этом, насколько я могу судить, если необходима внутренняя установка, то если извлечь из стены или немного расточить по углам подрозетник, реле войдет туда нормально. Для подключения устройства сначала нужно подать на него питание. Для этого к первому контакту с надписью N подключаем нулевую линию сети электропитания. Фазу подключаем к четвертому контакту с надписью IN. После этого можно воспользоваться моей инструкцией по подключению, прямому подключению ZigBee устройств к шлюзу. Ссылка на видео в описании. Либо использовать мастер подключения приложения Mi Home. Для этого в плагине шлюза переходим на вкладку Девайс. Внизу нажимаем Add Child Device и в открывшемся перечне выбираем беспроводное реле. Далее необходимо нажать кнопку на реле на 5 секунд, пока не начнется мерцание светодиода. Через несколько секунд шлюз сообщит об успешном соединении с устройством. После этого откроется первый шаг настройки – выбор местоположения. Второй шаг – это имя устройства. По желанию, можно и на русском. И третий – заключительный шаг, сообщающий о том, что устройство добавлено в систему. Новое устройство появится в перечне устройств шлюза и общем списке Mi Home. Реле имеет собственный плагин, который почти идентичен плагину двухклавишного выключателя с нулевой линией. На основном экране расположены кнопки управления каждым из каналов. Имеются счетчики дневного, месячного и текущего энергопотребления. Потребление суммарное по обоим каналам. Кликом на счетчики открываются окна с графиками, также аналогично розеткам и выключателям с нулем в разрезе дня, недели и месяца. В меню настройки устройства имеется одна опция – интерлок. Несмотря на многочисленные попытки, я не смог ее активировать, получал сообщение об ошибке связи. Я предполагаю, что это блокировка кнопки на реле. В меню автоматизации доступно шесть действий, каждый канал может включаться, выключаться и переключаться. В основном меню – переименование, смена локации, добавление ярлыка на рабочий стол. Тестирование начнем с первой схемы подключения, более простой, предполагающей использование только инфраструктуры умного дома. Участвуют две нагрузки и реле. Нажатие на кнопку, которая находится на корпусе, приводит к переключению реле. Если оба реле выключены, они включатся. И наоборот. А если одно реле включено, а другое выключено, то они поменяют свой статус. Переключение происходит с хорошо слышным щелчком. При управлении с плагина, либо через автоматизацию Mi Home, работает с небольшим таймлагом, который зависит от качества интернет-соединений. Управление раздельное, каждым каналом. При отключении внешнего питания и его восстановлении, реле включается в том состоянии, в котором выключилось, но почти сразу отключает питание, если оно было включено. Вторая схема работает с физическим двухкнопочным выключателем. Подключение питания и нагрузки точно такое же. Входная клемма выключателя соединяется с замкнутыми контактами реле, а два выхода с контактами S1 и S2. При такой схеме подключения физический выключатель управляет обоими каналами реле. При этом нет зависимости, нет системы управления, нет наличия интернет, реакция моментальна. При этом функциональность плагина полностью сохранена. Управление работает, энергопотребление считается, статус отображается. Схема работы полностью аналогична проходным выключателям. Только тут один выключатель физический, второй логический. На дату создания обзора в системе Home Assistant реле пока не работает. Журнал системы отображает запись о необходимости обновления прошивки шлюза. Хотя на первый взгляд это реле является по сути полной копией двухклавишного выключателя с нулевой линии, только в другом корпусе. Все же концепция этого устройства немножко другая. Я говорю о возможности использования его параллельно с физическим выключателем, о котором я только что рассказал. По сути это эдакая мягкая интеграция умного дома при сохранении полного функционала обычного, так сказать, физического включения-выключения освещения. Основным для меня минусом на данный момент является то, что это устройство не поддерживается альтернативной системой управления Home Assistant. Но я думаю, что такой интересный гаджет с такими возможностями скоро добавят в список поддерживаемых устройств. На этом все. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok